Доброго времени суток всем! В эфире современный разговор с экспертом по пробеливому национальной безопасности, главным редактором издания The Washington Outsider, президентом консультативной компании Skylab Rising Incorporated Ириной Цукерман. Здравствуйте, Ирина! Рад вас приветствовать! Здравствуйте, спасибо за приглашение. В Вашингтоне три часа дня, в Баку полночь. Ирина, очень много есть вопросов, которые у меня не терпится задать вам, потому что в мире сегодня происходит очень много событий. Но вот первое я хотел бы уточнить у вас, узнать как бы непосредственно из первых рук то, что происходит в штате Техас на границе с Мексикой. Так ли это серьезно, так ли это глобально и, значит, опасно, как это преподносится в СМИ мировых? И если судить по этим публикациям, то идет вот в том числе большая серьезная борьба в этом случае между действующим президентом Байденом и экс-президентом Трампом, который надеется вернуться в Белый дом. Ну, гражданской войны не будет. Повтора событий можно не ждать. Политическая борьба, однако, довольно серьезная. Проблема в том, что, хотя Сенат вот-вот готов объявить вроде бы на следующей неделе о новой версии сделки, Трамп уговаривает республиканцев в Палате представителей не отвергать любую сделку, так как он хочет баллотироваться на фоне иммиграционной политики, на фоне безопасности пограничной. И ему невыгодно, если пойдут республиканцы на какой-либо компромисс, потому что любая сделка поможет Байдену и его падающей поддержке в опросах. В чем состоит проблема с Техасом? С одной стороны, администрация явно не придерживается законов, связанных с иммиграционной политикой. Они разрешают кому угодно переходить через границы и буквально миллионы нелегальных паломников в наши финансовые центры. За последние три года попали в Соединенные Штаты, и выдворить основную массу не представляется никакой возможности, даже при всех усилиях организации АИС. Но возникают всякие экономические проблемы в городах, в которых отсюда высылают этих мигрантов. Преступность поднимается полно всяких социальных, политических, экономических проблем в этой ситуации. С другой стороны, Техас на самом деле игнорирует решение Верховного суда, которое постановило, что именно федеральные власти имеют по иммиграционным вопросам безопасности, связанной с границей. Это их приоритет. И то, что они поставили преграду, блокирующую путь к этим иммигрантам, а федеральные власти эту преграду попытались убрать. Короче говоря, Техас не имеет права блокировать эти усилия. В этом состоялось решение суда. Техас проигнорировал, сказал, что ситуация катастрофическая. У Техаса долгая история использования штатской гвардии по разрешению собственных внутренних проблем. Когда мигранты попадают на территорию штата, они уже становятся внутренней проблемой, не только федеральной. Так что идет политическая тяжба. Неизвестно, кто ее выиграет. Республикация на меры настроена решительно. Но с другой стороны, выглядит не очень хорошо то, что они готовы отказаться абсолютно от любой сделки, предложенной Сенатом. Так что это выглядит уже как поэтическая игра, а не как серьезный подход к вопросу о безопасности. Они продлевают пробьемы, вместо того, чтобы пытаться найти к ней решение самым быстрым способом. Некоторые СМИ, мне по-моему встречалось, что Техас вроде как может выйти из состава Соединенных Штатов Америки. И если не ошибаюсь, то именно Трамп установил вот эти границы. Забор поставил в период своего президентства. Он построил часть границы, часть была там до этого. Он не полностью построил этот забор, он не был закончен. И честно говоря, это не полностью остановило ситуацию. Потому что одного забора явно недостаточно. Там на этом заборе стоят пограничники, которые за мзду впускают кого нужно. Поэтому с тех пор даже разрослась категория переправленцев человеческих душ, которые на этом делают большие барыши. Что касается сепаратизма, да, в Техасе, как и в Калифорнии, существует сепаратистское движение. В основном подпитываемое российскими властями. Главы этих движений сбежали в Москву. Некоторое время тому назад в Калифорнии в свое время было арестовано несколько российских граждан, которые агитировали за отделение этих штатов. На самом деле к этому еще присоединялись всякие боевые группировки. Но большинство народа этот вопрос не интересует. Это все в основном политическая агитация из известных пропагандистических источников. Намеренное на подливание страстей, разжигание страстей, наподливание масла в огонь и попытку превратить настоящий политический кризис в нечто гораздо большее. Но это им не удастся, потому что просто силенок не хватит. Ирина, а за несколько месяцев до президентских выборов, как сейчас динамика рейтинга президента действующего и экс-президента? И многие есть эксперты, которые говорят о том, что прогнозируют, что президент им будет не тот и не другой. А кто может быть, если не Байден с Трампом? Ну, во-первых, у Байдена действительно сильно упала поддержка. У него сейчас по опросам поддержка ниже, чем была у Трампа, когда он проиграл выборы 2020 года. Впрочем, оба являются крайне непопулярными кандидатами. Скорее всего, очень мало людей пойдут на выборы в принципе. И все будет зависеть от того, кто из них сумеет сагитировать независимых, незарегистрированных, голосующих в свою компанию. На данный момент Байден непопулярен по многим причинам, но Трампа просто боятся, включая многие его собственные. Партии, что проблемы, которые он подчеркивает, насущные, а не серьезные. Но это не значит, что сам Трамп пользуется личной поддержкой на самом деле. Что касается третьего кандидата, то кандидат третьей партии вряд ли выиграет эти выборы. Но если по какой-то причине или Байден уйдет из игры и на его место поставят какую-то новую, более энергичную личность, у которого нет еще трех лет плохой проблематичной политики, инфляции, экономических трат и крупных проблем, связанных с внешней политикой, как, например, губернатор Кайфорнии Ньюса, у такого человека есть и шансы, если Трамп останется возможным, скорее всего, номинатором. С другой стороны, если Трамп окажется осужден с тюремным сроком, то это может помешать ему продолжать баллотироваться. Это значит, что у некого другого лица из республиканской партии есть шансы. Вряд ли демократы будут менять свою политику, пока не станет ясно окончательно, будет ли Трамп продолжать свою кампанию. Все эти вопросы могут самым неожиданным образом решиться в последнюю минуту. Но таких ситуаций раньше особо не возникало, чтобы была замена сразу двух кандидатов ведущих. Это уже что-то неслыханное. Но, в принципе, любая партия может номинировать кого угодно. Они традиционно придерживаются тех фигур, фигур, которые остаются в конце процесса, и у которых больше всего делегатов, и, разумеется, больше всех популярной поддержки. Но чем это все может кончиться, пока не ясно. Но все пока что настроены на переигрывание прошлых выборов между Трампом и Байденом. Это, скорее всего, и будет последний вариант. Ирина, не секрет, что демократы и республиканцы, находящие власти, проводят разную внешнюю политику по отношению к Баку. Байден – это первый президент, который заявил о признании так называемого, охарактеризовал события 1915 года как геноцид. И вот сейчас мы видим, что с Баку у Вашингтона складываются очень непростые отношения. В отношении Баку Вашингтон применяет санкции, запрещено официальным лицам Азербайджана посещать Соединенные Штаты Америки. Вновь 907-я поправка применяется в отношении Баку. И были заявления, значит, и о Байден, не о Байден, о Брайен выступал, помните, с резкой критикой в адрес Азербайджана, что было как бы принято в штыки со стороны Баку. Потом Блинкин говорил с Алиевым, о Брайен приезжает в Азербайджан. Тем не менее, мы сейчас видим, что отношения между двумя странами непростые. Как вы думаете, в случае победы Трампа или республиканцев поменяется ли ситуация? И почему вот сейчас именно вот так происходит? Возможно, это применяется с тем, чтобы переманить площадку для переговоров между Баку и Ереваном на сторону Вашингтона, отобрать, как говорится, у России козыри? Ну, на самом деле, как я поняла, санкции с этих лиц уже были сняты после переговоров между Блинкином и Алиевым. Так что это была такая попытка, но все, все, все ситуации гораздо проще. На самом деле, Вашингтон совершенно целесообразно настроен на Иран, Россию и кризис на Ближнем Востоке. Они особо не обращают внимания на внутренние собственные политические тяжбы и козни. А в это время армянская лобби тянет на себя одеяло, используя своих любимцев в разных агентствах, департаментах и даже в Конгрессе. То есть, думаю, что просто Абрайан, который симпатизировал по каким-то причинам всей этой армянской шайки, использовал свое положение таким образом и смог продвинуть все эти санкции, когда все остальные, включая Блинкина, были отличены другими делами. Думаю, что Блинкин был в некотором смысле достигнут в Росток, не думаю, что он близко следит за тем, что происходит в Азербайджане и просто пошел на поводу у одного из своих заместителей. Что касается Конгресса, там давно ясно, что оперирует группа личностей, которая близка к армянскому лобби, и им, опять же, удалось провернуть эту ситуацию, учитывая политический хаос в Вашингтоне. Многие из республиканцев в Конгрессе не ознакомлены с ситуацией на Азербайджане, просто их недостаточно проинформировали. В принципе, республиканцев большинство должны были каким-то образом эту ситуацию притормозить и задать Абрайану определенные вопросы. Но, думаю, просто с ними не доработали. Что касается Трампа, то думаю, что да, он менее связан напрямую с армянским лобби, но это не значит, что для него вся эта ситуация станет приоритетом. То есть Баку должно делать свою работу, свое домашнее задание, оно должно приоритизировать собственные интересы, строить отношения в Конгрессе со всеми участвующими, и не говоря же о гостепии внимательно следить за этой ситуацией, потому что если они не будут следить, то за них точно никто не будет их интересы защищать в Вашингтоне. Ирина, мы так или иначе уже затронули вопросы, касающиеся процессов, происходящих между Баку и Ереваном. Буквально позавчера Никол Пашинян заявил, он выступил с предложением о подписании пакта о ненападении. Как бы вспоминается пакт Болотова-Риббентропа, значит, периода, а в преддверии, точнее, Второй мировой войны. Как вы можете охарактеризовать вот этот шаг армянской стороны? Потому что как минимум для того, чтобы пакт о ненападении подписывать, надо достичь мирного договора. И вот в этом связи как раз хотел бы упомянуть и то, что Баку приостановил свою деятельность в парламентской ассамблее Совета Европы, которая, в свою очередь, значит, не продлила мандат Азербайджана, азербайджанской делегации. Но мы видели, с чего это начиналось, это еще осенью азербайджан столкнулся с двойными стандартами. И вместо того, что вот если вы выступаете за продолжение мирного процесса для достижения мирного периода договора с Баку, Ереван, делегация Армении поддержала вот эти неконструктивные шаги в пассе и как бы расписалась в том, что Ереван не настроен на мир с Баку. На самом деле ситуация немножко проще состоит. Мандат Азербайджана не продлила исключительно. Германия, проблемы искать надо там. Армения не такая уж большая и богатая страна, чтобы в Германии манипулировать. За этим стоят гораздо более крупные интересы, такие как Россия, которые заинтересованы в том, чтобы разделить Европу. В целом, разумеется, Азербайджан отколотит Запада, и они используют такие страны, у которых существенны интересы в России, как Германия, для достижения таких целей вполне успешно. Агитация Армении по поводу якобы планированного нападения Азербайджана на их собственную территорию продолжается уже с сентября, еще до контртеррористической операции. Пашинян только об этом и кричит, и в Париже об этом он говорил, и Бинкену он об этом нашептывал. Но что делает Азербайджан для того, чтобы всю эту кампанию подорвать? Где вопросы о том, где требования доказательств от Еревана, якобы подготовки? Потому что если идет серьезная военная подготовка, то существуют и спутники, которые все этому запечатляют, и передвижение военных, и передвижение оборудования военного, ничего этого мы не замечаем. Так что по какой причине тогда Пашинян позволяется строить такую демагогию, еще манипулировать политикой? Тут возникает отличный вопрос. Думаю, что Баку следует больше усилий тратить на контркомпании, на собственные и на продвижение собственных интересов в международных организациях. Совершенно неясно, почему Армении и их союзникам удается всю инициативу перетянуть на себя, ведь далеко не всем в этих европейских и прочих организациях это выгодно. То есть, Ирина, я так понял, что вы говорите, что Россия в том числе стоит за тем, что ПАСЕ именно таким образом давит на Баку? Да, думаю, что именно, потому что речь, кстати, идет не о всем ПАСЕ, а именно конкретно о Германии. А у Германии вполне серьезные интересы в России экономически, и она давно ведет двойную политику на этом фронте. С одной стороны, она, скажем, помогает Украине, с другой стороны, политически она ограничивает прозападные действия и там явно сквозит влияние всяких партий, которые блистят к российскому настрою. Опять же, они не прекратили полностью свои экономические инвестиции в России, так что речь идет о больших и больших деньгах. Всегда стоит смотреть, кто из этих манипуляций выигрывает, потому что основная масса Европейского Союза в это просто не вмешивалась. Это была инициатива одной страны, и возникает вопрос, почему одна страна может полностью заморозить весь процесс, почему правила такой организации, как ПАСЕ, зависят от единственных участников, как, впрочем, и НАТО, где постоянно возникают вздоры из-за единичных стран, которые чем-то недовольны. Почему не может быть правила простого большинства, достаточного для голосования? Кстати, Ирина, в ПАСЕ, в голосовании участвовало меньше 100 парламентариев, в то время как эта организация объединяет более 600, 600, и если вы говорите, что Германия выступает в качестве прокси России в этом вопросе, то точно уж Франция откровенно идет против Баку. Она поднимала вопрос и на Совбезио, и он в августе прошлого года, когда пыталась манипулировать таким вопросом, как коридор Лачинский. Она же пыталась и потом в Евросоюзе, но получилась через ПАСЕ. Вот получается, вы про Францию не упомянули? В данном вопросе это отдельный вопрос, потому что он не связан с мандатом. Азербайджану, ну да, у Франции давно интересы проармянские, у них огромная армянская диаспора, это не секрет. И интересы у них, во-первых, против Турции, и всеми, с тем она связана, с точки зрения политиков. Ну и, в принципе, позиция не всегда, кстати, четкая, потому что, с одной стороны, парламент постоянно пытается наложить санкции, с другой стороны, Макрон их блокирует, они требуют от Европарламента, лоббируют там потихоньку, без особого успеха. Мне кажется, что политика в основном на показ, чем настроена на какие-то реальные действия. Действительно, Франции хотелось бы иметь большее влияние в Южном Кавказе, сменить Россию таким образом и, разумеется, компенсировать за потери в Западной Африке, потери влияния. Но, опять же, политика там крайне неопределенная. Скорее, она будет всегда более проармянская, чем проазербайджанская, но это просто означает, что Азербайджану стоит строить отношения с другими странами и таким образом создавать себе союзников и опору против этой борьбы интересов крупных стран. Давайте коснемся вопроса, связанного с Ближним Востоком, с конфликтом, с кризисом, то, что началось 7 октября, как атака Хамаса на Израиль. Сегодня уже вышло далеко за пределы не только сектора газа, но и Израиля. Мы видим, что происходит в Суэцком канале на Красном море, в Красном море, потом Пакистан с Ираном, скрещивали как бы шпаги. Это также может наложить свой отпечаток на войну между Украиной и Россией, которая скоро исполняется два года. Как думаете, как будут развиваться события? И кто еще может, какую географию может охватить война? Ну, во-первых, Иран с Пакистаном отдельная история, потому что никакой вражды между этими странами нет и быть не может. Если вы заметили, то они нападали на базы Балучи, которые это нацменьшинство, проживающее в провинции Систан, а в Иране провинция Балучистан в Пакистане. У них исторически совместно в основном нападают на эти базы, постоянно у них борьба с этим народом, постоянно там какие-то уголовные расследования, связанные с наркоторговлей. То есть там долгая история конфликта и сотрудничества. После нападения ИГИЛа на Тегеран, кстати, американцы говорят о том, что они якобы предупреждали Иран, но у них слабая внутренняя разведка, которая не смогла предупредить нападение, даже используя эту информацию. Короче говоря, после этого им нужно было показать свою силу, они попросту договорились с Пакистаном, потихоньку пальнули по этим базам, те высказали свое недовольствие, но очень быстро отношения восстановились до полной нормы, которая существовала до этих ударов. И в основном тот факт, что каждая страна нападала исключительно на эти объекты Балучи, только укрепила их отношения и было использовано обеих собственных интересов. Так что не следует ожидать, что Пакистан вдруг станет жертвой иранской агрессии, наоборот, они будут продолжать сотрудничать. Но при всем этом у Ирана не полный контроль над ситуацией, например, пуситы, которые пользуются иранским оружием и нападают на корабли в регионе, им удалось втянуть в боевое участие, во всяком случае оборонить с оборотительной стороны и пакистанскую, и индийскую флоты, что крайне необычно. Потому что куситы, в принципе, все равно, единственными исключениями для их объектов стали российские и китайские корабли, а все остальные пользуются, не пользуются такой неприкосновенностью. Действительно, ситуация с Россией и Украиной усложняется, потому что Иран с Россией все больше сближается, часто используется иранское оружие, российскими войсками, а недавно Россия и встречалась с куситами, так же, как с Хамасом и Ираном. Она стала посредником их встречи, связанной с региональными действиями. И, по всей видимости, на политическом уровне все эти операции и войны все более и более координируются между этими странами, как, впрочем, Китаем и Северной Кореей, чьи оружие также используются в этих делах, которые также и свою пропаганду в поддержку своих союзников очень даже широко распространяют. Хотя Иран до сих пор свои собственные войска в Украину не посылал, учитывая общеполитический уровень поддержки, вполне ясно, где они на этом стоят. И, думаю, без иранской помощи российские войска долго бы не продержались. Сейчас речь идет об открытии совместной фабрики по военным ракетам, использованием ракет, которые Россия вполне успешно использовала в Украине. Так что это еще один уровень доверия, уровень сближения между странами, которые, в принципе, исторически были скорее соперниками, чем союзниками. Операция всех три газа против Хамаса как долго будет продолжаться? И вот я спросил, как это все отразится на треке «Украина-Россия», потому что Объединенный Запад выделяет поддержку военную Израилю, и в этой связи уменьшается помощь Киеву. В принципе, на самом деле, оно не должно было влиять на эту помощь, потому что то, что Соединенные Штаты поставляют Украине, в основном были остатки устарелого оружия, а Израиль не продает новейшую технологию, которая довольно часто совместно разрабатывается. Но, на самом деле, проблема в том, что Биллы по помощи Украине и Израилю были привязаны к Биллу по иммиграционной политике, по пограничной безопасности. Так что пока в Конгрессе этот вопрос не разрешится, от Конгресса ждать помощи не стоит. С другой стороны, Белый дом вполне может и без помощи Конгресса кое-какие вопросы решать, но не хочет, так как им выгодно, чтобы война в Украине продолжалась до выборов и считалась инициативой Байдена. С другой стороны, война в Газе непонятно, когда закончится, потому что до сих пор не встречены цели, которые Израиль я себе поставил, то есть полностью удалить военную верхушку Хамаса. Это не так-то просто. Все заведения, дома, структуры в Газе оборудованы для поддержки Хамасовских операций. Приходится солдатам израильским идти буквально от двери к двери, от квартиры к квартире и все это раскручивать. Так как Израиль согласился с требованиями США больше концентрироваться на верхушке и меньше на более широких воздушных ударах всего-то, всей этой окрестности. Кроме того, говорят, что такие оперативники Хамаса, как Синвар, окружили себя заложниками и без этого их просто, и если их попытаться ликвидировать, то погибнет много невинных израильских граждан, которые все это время пытались спасти. Речь также идет о возможной сделке обменом заложников на военнопленных и на арестованных Хамасовских оперативников и о паузе на 45 дней. Произойдет ли это именно таким образом, пока непонятно. А на сколько лет? Извиняюсь. Но если все-таки это произойдет, то это, опять же, продлит, на самом деле, действия, потому что это даст Хамасу возможность перестроиться, перегруппироваться и, конечно, еще больше времени будет потрачено. Даже сейчас говорят, что до окончания операции может быть не меньше года. Байден говорит, что он так долго ждать не будет, но, с другой стороны, его никто особенно об этом и не спрашивает. А как думаете, ожидается ли вовлеченность непосредственно самого Ирана в эти боевые действия? И вот они до сих пор стороной держатся, через прокси действуют? Ирану абсолютно не стоит ввязываться в боевые действия с Ираном. Зачем? Когда хватает пушечного мяса среди всяких арабских факций и группировок. Но он не скрывает свое участие. Лидеры Ирана открыто говорили о своей помощи Хамасу и хвастались своей политической и военной поддержкой. Хамас также этого не скрывает. И роли Ирана вполне здесь очевидна. И тренировка бойцов Хамасовских и политического исламского джихада до 7 октября, как минимум 500-500 человек. И вооружение, которое туда поступало, и денежная помощь через Катар, и через различные каналы. И, разумеется, встречи на самом высшем уровне между главами этой организации, которая находится в Дохе, в Турции и в прочих странах, и иранскими чиновниками. Ирина, вопрос еще один последний. Как вы думаете, как будут развиваться отношения между Израилем и арабскими государствами? Мы знаем, что за последние годы был прогресс. И в том числе ожидал, что Саудовская Аравия будет с ней подписывать договор о сотрудничестве. Насколько события в секторе газа повлияют на это? Саудовская Аравия совершенно не собиралась с ней подписывать договор. Об этом, эту идею проталкивал именно Байден, которому нужно было любым способом показать какой-то дипломатический успех. Саудовцы ухватились за эту идею, не потому, что они действительно собирались что-то сделать, а просто потому, что им было так выгодно. Во-первых, с Соединенными Штатами открыто ругаться не хотелось. С другой стороны, они пытались из Соединенных Штатов определенно получить концессии, что в принципе не вышло. Но они во время всего этого процесса вполне открыто говорили, что пока не будет создано палестинское государство, ни о какой нормализации речи быть не может. Это была их позиция с 2001-2002 года, так что она не менялась ни при каких обстоятельствах. Что касается всех остальных, то у них отношения охладились с Израилем еще до 7 октября, а именно конкретно после нормализации с Ираном, что вполне неудивительно. Единственная страна, где правительство пытается сохранить более прозападную позицию, это Бахраин. Но с другой стороны, в Бахраине огромное шиитское население крайне активно там себя ведет из Була, и многие частные сделки с Израилем, не связанные с государством, сорвались после 7 октября. То есть ситуация, в принципе, отношения сильно охладели, сейчас идут довольно нелегкие отношения с Египтом, при том, что Египет играет ключевую роль в региональной дипломатии, но на политическом уровне многие там недовольны не до никакого его правительствами, и также пытаются сохранить лицо предпубликой, которая настроена крайне пропалестински. Спасибо большое, Ирина. Большое спасибо. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с экспертом по проблемам национальной безопасности, главным редактором издания The Washington Outsider, президентом консультативной компании Scarab Rising Incorporated Ирины Цупьяма на авторском YouTube-канале «Современный разговор» с Расимом Бабаевым. Еще раз спасибо вам и на хорошего дня. До новых встреч. Спасибо большое. Жду и встреч, и ссылок. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»